Уже около двух месяцев как в стране внедрено обязательное социально-медицинское страхование. До 1 апреля все население считается условно застрахованным. Что будет дальше? По словам специалистов, отдаленные аулы не готовы к нововведению, основанному на цифровых технологиях. Причины были рассмотрены на заседании регионального штаба. Возносы за 15 категорий населения, в том числе за детей, студентов, пенсионеров, инвалидов, беременных, молодых, мам и так далее, платят государства. В области сюда относятся 471 тысячи человек. Остальные обязаны сами вносить взносы, однако до сих пор 21 520 человек не определились со статусом. По словам специалистов, большая проблема – не платежи занятых на сезонных работах. 12% – это работники по найму, они могут выпасть из системы ОСМС. Основные причины – сезонная работа, текучесть кадров. Конечно, это актуальный вопрос. И среди зарегистрированных в поликлинике имеются незастрахованные. Даже в крупных компаниях есть отклонения. Новая система основана на цифровых технологиях. Консультации, обследования, лечения – все фиксируется в базе. Но в нашей области есть 43 аула, которые не обеспечены интернетом и сотовой связью. По республике выиграла компания «Транстелеком». Они должны были у нас закончить до 31 декабря. Но из-за большого расстояния между населенными пунктами обещают закончить в первом квартале. В Аральском районе 23 не подключены к интернету населенных пункта. В Казаринском – 11, в Крамахшинском – 3, в Шиеринском районе – 6. Сделано много, но нас тревожат отдаленные населенные пункты. Неразвитая информационная система в аулах, конечно, создает проблемы для населения. Обследование, лечение – все это проходит ведь через базу. Среди проблем также нехватка специалистов и оборудования. Аулы отдаленные. Многие молодые специалисты хотят работать в развитых медицинских центрах, совершенствовать свои знания, бояться отстать от передовой медицины. В советское время были специальные меры по удержанию молодых специалистов на селе. Возможно, нам также надо задействовать такие инструменты. Что касается оборудования, закупаешь, но оно быстро устаревает. Эти вопросы на нашем контроле. По последним данным, с 2017 года население региона перечислило в фонд социального медицинского страхования 7,6 миллиардов. Тенге Бахыт Калдебаев, это Жумрат Альжанов, Бауженко Жумрат Ваханат Махаметов, телеканал Казаларда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова